Водители общественного транспорта стали внимательнее. Об этом говорит последняя статистика. В этом году по их вине в Сумене произошло меньше ДТП, почти на треть. Что сказалось? Активная пропаганда дорожного движения или сами водители стали ответственнее? Об этом еще предстоит поговорить экспертам. О том, какая работа ведется с теми, кто в ответе за пассажиров, расскажет Татьяна Воротилова. Видеонаблюдение снаружи и теперь внутри, в каждом автобусе. Кто виноват в случившемся, все зафиксировано. Автобусники играют в догонялки. То есть один стоит, второй его просто бьет сзади. Не соблюдают дистанцию, превышают скоростной режим. В итоге штрафы и лишение водительского удостоверения. Систематически приходят письма счастья, так называемые. У нас имеется и превышение скорости, где у нас имеется и проезд за стоп-линию. И также имеются случаи, соответственно, проезда даже на красный сигнал светофора. Только в этом году им пришло 250 постановлений. 100 из них о проезде на красный сигнал. Здесь не скрывают, есть в их рядах постоянные нарушители правил. Поэтому за работой водителей тайно наблюдают инструкторы. На предприятии отработана система кнута и пряника. За безаварийность присваивают классность, это прибавка к зарплате. А виновник ДТП каждый раз проходит стажировку. После отпуска обязательно проверка знаний для поступающих отбор. Тестирование на знания правил дорожного движения. У нас есть также программный комплекс, который оценивает психофизиологические качества водителя. За рулем стажер опыта набирается месяц. Самые сложные привычки габаритов, в первую очередь. Обучают плавно трогаться, плавно останавливаться. Постоянно все в камеры, по зеркалам, в салон. То есть полностью следишь за обстановкой. Движение автобуса под контролем наставника. За 15 лет у него ни одного нарушения. А ведь на дороге так много непредсказуемого. Все стараются залезть и почему-то вперед автобусы. Они не понимают, какая у него масса, и что быстро его не остановишь. Но при этом страдают другие люди. В этом году резко снизилось число ДТП по вине водителей общественного транспорта в Тюмени. Произошло 41 ДТП, 56 человек ранено. Это снижение показателей практически на треть. Большинство этих ДТП – это падение пассажиров при резком торможении, либо при каких-то других ситуациях. Быстро гонят, для нас лично. Мне вполне комфортно. Иногда бывает, что сильно разгоняются, но это очень редко. Держаться за поручь, не следить за детьми, уступать места пожилым инвалидам – это тоже сказывается на статистике безопасного движения. Резкое торможение транспорта в больших городах – не редкость. И в случае несчастном вины с пассажиров водителей не снимают. С июля у каждого водителя должна быть лицензия на перевозку пассажиров. Документ появился из-за растущей аварийности на российских дорогах. Новые требования, похоже, прибавляют ответственности. Татьяна Воротилова, Евгений Доценко. Тюменское время.